В честь 11-й годовщины урумчинских событий, турецкая неправительственная организация опубликовала два доклада. Доклад под названием «Концентрационные лагеря в Восточном Туркестане. Поэтапный геноцид» был подготовлен Центром гуманитарных и социальных исследований фонда ИХАХА. 136-страничный отчет, подготовленный членом Совета попечителей фонда Муратом Елмазом, который осветил правонарушения, применяемые Китаем в отношении ульгуров, был представлен общественности на пресс-конференции, состоявшейся в штаб-квартире фонда в Стамбульском районе Фатих. Выступая с речью, генеральный директор фонда Бюлент Елдрым заявил, что отчет содержит подробную информацию и подтвержденные факты, которые помогут понять текущую ситуацию региона. Он призвал мусульман встать на защиту своих братьев и отметил, что СМИ должны быть более чуткими к данной проблеме. С одной стороны, коммунистическая партия Китая меняет сознание народа ульгурского региона, а с другой продолжает уничтожать культурное и религиозное наследие ульгуров. Во втором докладе под названием «Религиозное и этническое давление в прошлом и настоящем», подготовленном Нуриттином и Сбасаром, описывается трансформация тюрков региона в ходе исторического процесса, а также период беззакония и правонарушений, установившийся вместе с китайской оккупацией. С момента беспощадного подавления мирной демонстрации в Урумчи силами безопасности и вооруженными формированиями Китая прошло 11 лет. 5 июля 2009 года группа студентов ульгурского университета организовала в Урумчи акцию протеста против давления, дискриминации, похищений, убийств и принудительного труда на фабриках. Коммунистическая партия Китая, которая рассматривает действия ульгуров, определенные международной амнистией, Human Rights Watch и другими правозащитными организациями, как мирная демонстрация, восстание против власти. Очевидцы утверждают, что Коммунистическая партия Китая преднамеренно спровоцировала демонстрантов, внедрив в их ряды людей в гражданском, которые пытались отвлечь демонстрантов от основной цели. В Стамбуле прошла пресс-конференция, посвященная 11-й годовщине урумчинских событий. Организатором мероприятия выступила Ассоциация неправительственных организаций Восточного Туркестана. С 5 по 7 июля в районе Сарачхане будет проходить выставка живописи, посвященная событиям 2009 года. Подобные мероприятия прошли и в столице Соединенных Штатов. «Мы призываем мировое сообщество признать злодеяния Китая в Восточном Туркестане геноцидом и принять меры, чтобы остановить Холокост 21 века», заявили представители американо-уйгурских неправительственных организаций. Кроме того, протесты были организованы в Мюнхене и Брюсселе. Во время демонстрации в Брюсселе, организованной Республиканской партией Восточного Туркестана, участники акции призвали Европарламент принять ульгурский закон, как это сделали Соединенные Штаты. Всемирная организация здравоохранения признала, что Китай не сообщила вспышки коронавируса вовремя. Организация внесла изменения в календарь COVID-19, где 31 декабря 2019 года было отмечено началом распространения эпидемии в Китае, в связи с тем, что задолго до эпидемии коронавируса комиссия здравоохранения города Ухань сообщала о случаях тяжелой пневмонии. Об этом сообщил Офис Всемирной Организации Здравоохранения в Китае. Изначально на сайте было указано, что китайские власти своевременно сообщили о первом случае коронавируса, тогда как после изменений на сайте Организации было указано, что информацией о вспышке эпидемии поделились сотрудники Китайского Офиса Организации. Согласно сообщениям в прессе США, Китай не информировал Всемирную Организацию Здравоохранения. По утверждению американских СМИ о распространении опасного вируса, организация узнала из сообщений, опубликованных на одном из американских сайтов. Многие политики, в частности президент США, утверждали, что китайские чиновники несут ответственность за распространение эпидемии и обвинили Всемирную Организацию Здравоохранения в неспособности принять адекватные меры. Президент США Дональд Трамп принял участие в торжественной церемонии в преддверии Дня Независимости. Соединенные Штаты являются самой справедливой и исключительной страной, когда-либо существовавшей на Земле, заявил глава Белого Дома на мероприятии у горы Рашмор в Южной Дакоте. Его выступление посетили несколько тысяч человек, несмотря на пандемию коронавируса. В ходе церемонии Трамп обрушился с критикой на тех, кто на недавних протестах против расизма пытался уничтожить памятники. По мнению Трампа, цель подобной безжалостной кампании – стереть историю, опорочить героев, подорвать ценности и навязать стереотипы детям Соединенных Штатов. Культурной революции левого толка не удастся разрушить наш образ жизни или лишить нас свободы, заявил глава Белого Дома.